Конец рабочей недели и жуткие пробки. Все эти неудобства никак не помешали более трём сотням людей собраться вместе, чтобы принять участие в уникальной встрече. Вечер перед Арафа. Мероприятие под таким названием состоялось 14 июня в Саратове. Его организаторами выступили активисты Саратовской общины по благословению муфти Духовного управления мусульман Саратовской области. В начале вечера читались аяты священного Корана. Всех собравшихся поприветствовал заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Тимофей Лещенко. Поздравляю вас с наступающим праздником Курбан-Байрам. Курбан-Байрам нас волей-неволей заставляет задуматься и напомнить о простых человеческих ценностях, которые, как мне кажется, близки для любой традиционной религии мира. Приветствие от шейха Равиля Гайнудина в начале своего выступления передал муфти и Духовное управление мусульман Саратовской области Расим Хазрат Кузяхметов. Он отметил значимость собраний, особенно в преддверии главных торжеств ислама и мусульман. Задумка данного торжественного вечера заключается в том, чтобы популяризировать среди мусульманского нашего сообщества день, самый главный день в году, это день Арафат. День Арафат – это стояние всех паломников, хаджиев в в одной долине. Называется это долина Арафа и преддверие Курбан-Байрама. У пророка Мухаммада, саллиллаху алейху алейху ассалям, многое есть изречение относительно ценности этого дня. И мы хотели вот этим торжественным нашим вечером, собрав людей в такой торжественной обстановке, больше говорить об Арафате, Арафа. Пророк Мухаммад, саллиллаху ассалям, говорил, чтобы мусульмане по мере своей возможности постились в этот день, совершали добрые дела, поминали Всевышнего Аллаха, молились, дуа делали. И вот мы, иншаллах, надеюсь, донесли хотя бы до тех людей, которые сегодня сами пришли на наш вечер, вот эти вот ценности дня Арафата. В этот вечер цитировались аяты и хадисы о важности дня Арафата для мусульман. Гости узнали о великой награде за поклонение во время дня, который является кульминацией хаджа. О пятом столпе ислама и традициях празднования Курбан-Байрама рассказывали видеоролики. Специально для собравшихся были записаны обращения саратовских паломников, которые в эти дни находятся на священной земле Мекки. Закрепить полученные знания можно было в ходе интерактивной тематической викторины. Каждый отвечал на вопросы с помощью смартфонов. В ходе торжественного вечера состоялся благотворительный аукцион. Вниманию собравшихся была представлена картина «Иман» саратовской художницы Татьяны Дивеевой. На полотне изображены паломники, которые достигли Мекки для выполнения хаджа. Средства от продажи картины пойдут на ремонт детского оздоровительного лагеря «Зеркальный», где на протяжении многих лет проводились всероссийские смены муслим. Спикеры вечера поднимали тему важности совершать больше благих дел и вместе проводить культурно-просветительские мероприятия. Кульминацией вечера стал розыгрыш путевки в Умру «Малый хадж». Каждый участник еще раз проверил номер билета и ждал, какое число назовут в итоге. Эта мусульманка пришла на вечер с друзьями. Не ожидала, что именно она станет тем счастливым обладателем путевки в «Малый хадж». Так как мне, скажем так, не везет в выигрывании чего-либо, я даже билет своей сумки не вытаскивала. И тут, когда прозвучала первая цифра – один, вторая – восемь, и у меня такое волнение началось, что мне сейчас подскажут, наверное, три. И действительно прозвучала цифра три. Я сначала не поверила. И до того момента, пока я не села за стол, в это бы нельзя было поверить, что действительно так случилось со мной. Это мечта, когда верили каждому мусульманину там побывать. И я хотела бы там, конечно, побывать. А там воля Всевышнего. Также были разыграны ценные призы и подарки. И даже еще одну путевку в Умру, которую решили оплатить несколько гостей во время мероприятия. Вечер удался. В один голос заявляют его участники. Грандиозное мероприятие. Очень понравилось. Такой сбор провели. Все на высшем уровне. Большое спасибо всем. Вам маршала очень приятно. Спасибо организаторам за данное мероприятие. Очень понравилось. На данном мероприятии я впервые. А что тебе понравилось? Организация самого мероприятия, розыгрыш, путевки на Умру. Впечатлила еще дополнительная вторая путевка. У нас на родине в Мордовии тоже разыгрывают такие. Я считаю, что это благое поступок, который послужит примером и другим регионам, иншаллах. Сильно удивили. Радуемся, что так мы встретились. Собрались хорошо. Все у нас организованы. Все хорошо, отлично. Спасибо. На очень высоком уровне сегодня. И чувствуется единение мусульман. Чувствуют праздничные события. Я думаю, что форматы такого мероприятия надо проводить как можно чаще. Я думаю, несколько раз в году. Чем больше мы общаемся, тем больше перспектив к созданию того, к чему мы стремимся. Вечер перед Арафа прошел в теплой душевной атмосфере. Каждый почерпнул новые знания о главном дне в году Хаджи и Курбан-Байраме. А также получил позитивные эмоции от общения с единоверцами. Такие встречи планируются быть регулярными. Продолжение следует... ...